русская граница как всегда под задерживает большинство машин здесь виснут подъем не могут никак забраться саня тоже пустой когда ехал здесь подъеме висел тормозов у меня почему-то по прежнему тормоза какие-то непонятные то есть мне такое ощущение как будто прицеп не тормозит вообще все получается увидел манипулятор стоящий на полу прицепе но почему-то он стоит на седло саня кореш весь подъем может вырыл перерыл молодец красавчик цепями разорвал все просто какая сейчас произошла ситуация меня тормознули люди на углубе поворот такой крутой 90 градусов друзья всем привет вы на канале моисей с вами коля моисеенко как всегда если вам нравятся мои видосы подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх также не забывайте ставить колокольчики и сегодня у меня выпуске так что я загрузился щепой и собираюсь выдвигаться вкусом а вот на этой малышке я поеду малышка трехос на 550 лошадей загрузили меня полный щеповоз в принципе все хорошо все удачно единственное что очень сильно снежно то есть много снега нападала осадков и к сожалению как бы вся машина в снегу но это лучше чем ездить по соли по ленинградке и машина становилась грязной то есть снег в принципе его почистить очень легко то есть лопаты можешь чистить а тут соль которая налипнет из-за того что вы проедете по большой дороге и и уже очень тяжело будет чистить ее нужно только смывать я уже полностью подготовился вы езду сейчас собираюсь выдвигаться полностью с собой все взял поездил шайбу я уже заполнил воткнул также у меня сегодня задача получается что сделать сейчас я доезжаю до границы оформляясь сейчас я доезжаю до границы оформляясь после этого я пересекаю доезжая до места выгрузки там соответственно я на месте выгрузки выгружаюсь и сегодня мне нужна задача какая добраться до салы где-то там переночевать и с утра пересекать границу на сале ехать в кайрал и грузиться также щепой в ум почему именно такой план почему не поеду в кайрал и в кайрал и не поеду потому что там связи нету и нету интернета как бы то есть если я туда приеду там вообще глухо и не очень будет соответственно мне проще и лучше переночевать воскресный день финляндии поэтому вот как то так такой пока что план и и выдвинусь сейчас буквально вот в один из часов сегодня я сегодня я проснулся где-то часов 9 позволил себе выспаться побольше поспать также договорился получается с человеком который грузится на погрузчики что в 10 часов грузится пока приехал также у меня получается с этой малышкой небольшие проблемы это с форсунками так как в большие морозы я не могу ее запустить нормально то есть вот допустим минус 10 я включаю насос подкачки дополнительный она еле-еле запускается то что больше минус 10 минус 15 сейчас я пробовал она не запустилась и соответственно пришлось запускать немного брызнув быстрого старта по-другому как бы не получается запустить это на данный момент к сожалению так сейчас буду решать эту проблему отправлять форсунки которые дома лежат петрозаводск чтобы их отремонтировали и потом менять на ней форсунки потому что это как бы не дело вот я уже выдвинулся приятного вам просмотра ставьте лайки авансом по сути сейчас ничего такого сверхъестественного не происходит дорога обычная почищенная хорошо что дорожники и начали уже за ней следить смотреть единственное что ремонтируют мосты вот мост получается один через писту который длинный железный там его как-то правда делаю это не очень мне нравится но я вам сейчас покажу получается так что все мосты ремонтируют одну часть оставляют для проезда а вторую ремонтируют пока и не отремонтируют не приходят на следующую а здесь к сожалению почему-то они решили наоборот сделать то есть одну сторону разобрали я думал ее буду делать по одной будут на спускать и получилось так что они и вторую сторону параллельно перебирают сейчас вам все покажу расскажу дорога вот в принципе такая широкая потому что и ктм к ходит и грейдер ходит нет абсолютно как бы большого глубокого снега есть пару мест где большие ямы но это и там нужно будет нужно разгоняться это за колючкой за четвертыми воротами сейчас тоже вам покажу все по сути вот съездивши на этой ляле проблем абсолютно никаких нету в плане того чтобы забиранию в подъемы здесь уже немного побольше снега видимо очень хорошо снег ночью валил в этой точке сейчас я буду проезжать тухкову спускаюсь подъема сразу после моста будет офигенно высокий подъем крутой точнее вот самое важное и меня то что беспокоит это когда если мост этот буду делать как они его сделают если сделают с каким-то перепадом это будет очень хреново потому что сейчас без проблем ты просто можешь разогнаться километров 80 грубо говоря 70 и ты его пролетаешь как бы тебя особо не считает колышет а если они сделают с перепадом это будет полностью жесть ты не сможешь в этот подъем даже разгоняться сейчас я проезжаю в принципе все нормально чуть-чуть так такой вот я даю лентя и прижимаю но вот в принципе так и забираюсь постоянно подъем единственное что если будет маленький разгон будет хреново забираться летом-то ладно летом потихонечку проезжаешь и мост и там потому что перед мостом ямки вот здесь постоянно машину нельзя где-нибудь в другом месте поставить в общем как-то так сегодня я так начали как бы особо не тороплюсь смысла нету никуда торопиться так буду сиралки ночевать в филляндии спокойно выгружусь скажу магазин куплю покушать покушаю а потом уже поеду на салу там где мы ведь возле сала буду ночевать спокойно пройду границу ну и как всегда в работу в подъем сани буду забираться если получится так что мы совпадем совпадение будет у нас в рейсах он повезет горбыль он сейчас горбыль возит вумбу с кавдора а я повезу с кайрал вумбу щипу перекрыто или нет сегодня выходной рабочий день нет работают мужики молодцы вот значит они сторону левую разобрали и перебирают в сторону по которой я сейчас поеду вот почему именно так я понятия не имею но говорят что по-другому никак нельзя то есть изначально мост построен так соответственно приходится жертвовать временем ждать пока тебя пропустят вырывают старые доски бруски с аккуратненько мы заскачем и мужики конечно молодцы в морозы хреначат пушка он тепловая у них стоит красавчики вообще заезжая на границу передо мной этот щипово стоит который меня обгонял андрюха и стоит легковая машина от на легковую машину смотрите прям четыре человека вышло рассматривать легковую машину ну куда им просто скучно машин нельзя так они докапываются до каждой мелочи трассе таможню прошел удачно как бы в течение где-то часа русская граница как всегда под задерживает финны минут десять и я проехал морожка моя в общем я уже прилетел на место приступил к выгрузке потихонечку щипово сдвигается такая уже сзади куча в общем сама щипово столкай в принципе как и всегда я всегда так делаю сейчас выгружусь поем и снова в дорогу в общем выдвинулся уже в сторону сало сейчас надо найти парковку где можно прикусить поеду дальше доехать то самой сало нет скорее всего доедут до границы там есть левой стороны такой пятачок прямо на этом пятачке переночую и потом уже буду пересекать границу с утра будут меня грузить щипой я уже где-то года три в кайрал ах не грузился щипой возможно там все поменялось и грузиться стало намного проще и легче поэтому да и пацанов его не видел там уже давным-давно корешей своих как раз повидаюсь еще на тот я на еще на тот момент я youtube не занимался а зря зря нужно было начинать уже давным-давно я же вижу вам интересно то чем я занимаюсь здесь на этом месте можно спокойно ночевать и не париться наступило утро я проснулся все хорошо настроение позитивно отличная погода тоже супер 12 градусов вчера когда усыпал было минус 20 ну сами понимаете да когда стоишь на машине по идее от мотора тепло нагревается теплом нагревается датчик температурный и он показывают чуть-чуть немножко меньше соответственно я думал что где-то градусов минус 25-30 грубо говоря вот сейчас температура стала лучше это меня не может не радовать самого утра я уже пока спал смотрел на мигающие огни которые были там на въезде в воротах я думаю что таможенный пункт открывается в 7 утра по московскому времени но к сожалению ошибался он открылся в 9 часов утра по московскому времени а финляндии 8 утра сейчас как-то так я не знаю почему именно так сделали может у них тоже какой-то график меняется с зимы на лето наверное да скорее всего так и есть передвигается время вот но ничего страшного а я как всегда выдвигаюсь сейчас прохожу границу еду в кайралы и сами знаете куда в умбах все граница успешно пройдена все хорошо вышло четыре человека проверять досматривать мою машину два человека с таможни два человека с пограничной службы не знаю именно скучно никто не ездит надо друг друга занять чем-нибудь в общем а заходил на финскую границу было время работы с 9 до 6 или со с 8 до 6 что-то такое вот здесь граница еще меньше работает чем собери это очень плохо если даже здесь щупу возить дворе сиди успевать не пуш как раньше ладно хорошо что я здесь щупу не вожу вот 20 минут я на месте уже где-то заезд вот давно не был не заезжал к пацанам но здесь у них изменения глобальные произошли раньше там складов тех не было отстроенных что за херня а куда мне ехать-то смысле типа тут заезда нет где за есть тогда все меня пацаны загрузили все-таки те пацаны которые работали здесь давным-давно еще в семнадцатом году до сих пор так и работают так документ меня дали смотрите вот есть индикатор нагрузки учатся штатный 6 и 9 показывает на переднюю ось тягача 12 и 5 это показывает на задние оси 19 и 5 это общая получается масса но тягача на все оси и 9 и 8 9 9 это получается на седло давит документы сделали я потихонечку трогались ну конечно не в том плане что вы подумали трогаясь головой и трогаясь конечно машине вот раньше здесь был проезд вот через эту дорогу его я не знаю по какой причине перекрыли сейчас вижу тут смотрю вообще никто не есть только пешком ходит сделали проезд и заезд здесь сейчас посмотрим что тут за дорогу накатана будет почищена хорошо что-то лакуртия нарываешь на такую шляпную дорогу здесь волны просто на каждом шагу вот едешь баз волна баз волна там сейчас тоже волны я проехал здесь тоже такие мелкие волны капец едешь потихонечку чтобы ничего не случилось никакого не подушка не взорвалась ничего нафиг она надо после реки кунжи пошел подъем но это не тот подъем подъем будет чуть дальше я так полагаю там такой крутой крутой в которой я думаю что это для лечка у которой где-то минус 150 кобыл затянет на 3 передачи ладно на 4 пониженные думаю затянет тяжко-тяжко-тяжко вот турбину как поменяли так вообще ни хрена не тянет турбина навернулась на вольве жесть полнейший вот он этот подъем которые постоянно все не могут забраться постоянно тут прикуривают после реки кумжа сейчас я разгоняюсь по максимуму до максимум у меня конечно не очень загнаться особо не могу сразу лентяй прижму чтобы не буксовать заранее переключаться уже на пониженную все повышенными пользоваться уже не буду сейчас через передачу сразу буду теперь включая четвертую ой пятую 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 рубил парни 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 ссори парни передача да ни хера себе это она садится подъем и чё то куда обогнать в подъем решил что дурак что на всякий случай лентяй полностью поднял чтобы не пробуксану если он буксанет будет хреново не с лентяем честно говоря машины топ сейчас поднял полностью лентяй вообще по херу и придет и придет большинство машин здесь виснут подъем не могут никак забраться все саня тоже пустой когда ехал здесь в подъеме висел а разгоняться не будем разгоняться не буду потому что зачем мою машину насиловать момент переключиться переключился сейчас едут также на этой передаче то что сейчас разгонишься передачу включишь а она не потянет и потом опять переключайся уже садится в подъем будет нафиг надо лучше заранее на выбранные передачи газе побольше и все нормально так повернул на кандалакшу уже название от меня сумбы спрашивают где что вот вот этот вот что-то с правой стороны обгоняешь я не понимаю люди нахера вот я бы сейчас вправо взял бы да не смотрел бы в зеркало вправо бы вернул бы и и чё и все минус один человек дорога как всегда почищено посыпано солью виднеется асфальт тормозов у меня почему-то по-прежнему тормоза какие-то непонятные то есть у меня такое ощущение как будто прицеп не тормозит вообще не знаю нету резкости какого хрена ну да ладно сейчас буду останавливаться пойду покушаю и потом дальше поеду ё-моё шапитота где моя вот ни хрена себе остановился удачно чё получается увидел манипулятор стоящий на полу прицепе но почему-то он стоит на седло а ну в принципе правильно чтобы нагрузка была и не буксовать на полу прицеп установили манипулятор не красавцы ничего абсолютно против не имея молодцы да мне кто-то из подписчиков писал что это не первый в мире полу прицеп с манипулятором с фиска с фискосом вот ладно но мне сейчас предстоит задача забраться в умбовский подъем и добраться до умбы саня кореш весь подъем может вырыл перерыл молодец красавчик цепями разорвал тут все просто говорит вчера впервые этот попок не смог подняться на повороте в этот по моему я так понимаю после поворота значит ну да у меня тут сумму машина еле тянет а он то с горбулем надо ехать саня либо по обочине здесь либо ехать вот по центру где снег тогда все нормально будет цепями можешь валить пора уже ориентироваться по дороге не колея где нету колеи оу даже грейдер нифига себе грейдер проходит вот сейчас маленький хоть лед можешь скребанет непрямым ножом шкребут без зубцов ахреновенько так ночью солнышко не подведи меня пожалуйста осталось немножко тут подъем добраться так ну турбина сейчас практически на полную давит есть ли смысл разгоняться может наверно 5 5 пониженный под разгонюсь в тот подъем все равно она садится будет смысла нету никакого на четвертой пониженной постараюсь вытянуть в подъем тут сейчас у меня просто при отжат немножко лентей не полностью задран и так же я не буду по колее ехать буду стараться либо по обочине ехать либо по центру дороги там где чтоб колеса цеплялись хотя бы нафиг мне по льду ехать нафиг мне по льду ехать нафиг мне по льду ехать все затянул все затянул разгоняться смысла нет сейчас так все не хорошо с температурой с температурой 107 почти 110 температура масла я не если честно я не знаю при скольки градусов закипает закипает масло моторное я думаю что температура кипения масла где-то градусов за 120 130 сто процентов я думаю так же получается встал на выгрузку гидравлику уже включил колеса у себя дымят теплые так где там у меня клавиши ага хер работает с клавишей проблемы с клавишей проблемы с клавишей получается все выгрузился вот она моя куча масло подтекает с трубки будет устранить эту утечку в цилиндры тоже желательно перебрать все в уме дела все закончил сейчас буду выдвигаться в сторону дома но перед этим нужно заехать покушать кушать хочется кушать кроме хлеба и гречки нечего так повернул значит уже на ковдорку мороза минус 11 на улице вроде бы снежок чуть-чуть такой порошит в принципе нормальная погода не снежная не сильно холодно осталось мне приблизительно где-то около часа пути приеду домой и сразу домой спать мыться спать и потом завтра где-то часам к 11 нужно будет ехать паспортный стол чтобы забрать свой паспорт и завтра же завтра же я хочу выехать обратно в пиозеро чтобы среда четверг успеть сделать по рейсу сейчас только что поворачивал на ковдорке увидел следы след такое как будто колесо заклинило и тащилась но там не так уж все прям как будто накатана налить такая а было взрыхленно все и получается так что я сейчас сани позвал позвонил козловцу который со мной ездил вот и он получается сани позвонил который со мной ездил и он получается говорил что останавливался здесь на пиринги подводил трещотки поставил противоткат и в общем забыл его убрать и и там такая хорошо что хоть не асфальт было просто этот лед так вырвало кусками такая длинная колея была и хорошо что он заветил его молодец время уже пол двенадцатого я уже капец как хочу спать устал сегодняшний день самого утра пахать лед хорошие вот мне такое нравится вот офигенно немножко припорошенным снегом она утром ровная просто полотно и не надо и угрегировать ничего нету не гребенки хорошо прижали скорость большая немножко было пропустили поворот но у двоих вас крайне надо но примерно да ну да да лучше на повороте тут как бы особо не разгоняется но счастливо какая сейчас произошла ситуация меня тормознули люди на огубе поворот такой крутой 90 градусов и я так понимаю они не знаю пьяные не пьяные но сейчас подошел пацан замерзший видимо мороз потому что минус 11 на улице стояли в поребрик который там боковой вот ближе к озеру чтобы машины не улетали вот прям вот в поребрик зафигарились попали в аварию горят и до ковдора добраться я груднее в который не надо ены хотели со мной ехать но все-таки не поехали машина как будут если что можно либо я не знаю если она запускается запуститься либо хотя бы в машине посидеть погреться а там ее ничего стоять не факт что кто-то еще поедет ну по сути по сути блин был бы у них канат какой-нибудь жалко что у меня не за что зацепить на прицепе я бы мог бы довезти наконец-то добрался я до дому время уже 10 минут первого друзья на этом я пожалуй закончу видео подписывайтесь на мой канал ставьте пальцы вверх кому понравился видос и кому не понравился все равно ставьте пальцы вверх мне будет очень приятно также не забывайте ставить колокольчики чтобы не пропускать новые выпуски подписывайтесь пожалуйста прошу вас потому что очень много людей смотрят меня но к сожалению не подписываются и очень маленькая активность на моем канале хочу чтобы вы проявили больше активность очень об этом вас прошу все я думаю вам было интересно до скорых встреч пока пока